Всем привет! Сегодня я решила подвести итоги, пока только за декабрь 2017 года. Была у меня мысль снять сразу видео об итогах всего года, но я подумала, что все-таки не стоит нарушать традицию и снять видеоотчет за месяц, тем более, что видео об итогах года, оно и так, я думаю, получится довольно большим, и не хочется его растягивать еще больше. Ну что ж, декабрь у меня получился достаточно продуктивным, в принципе, месяцем, хотя все-таки не все, что я хотела сделать, у меня получилось. Ну и давайте обо всем расскажу, как обычно, по порядку. И начну я, как всегда, с завершенных работ, и у меня было несколько маленьких работ в этом месяце, которые, собственно, и начались, и закончились, и завершились в декабре 2017 года. И одна из таких работ, это были вот такие вот часики от фирмы Butterfly. Они вышились довольно быстро, у меня видео так и называется, да, игрушка за один вечер. То есть, в принципе, ее реально сделать действительно за один вечер. И вышить, как вы видите здесь, вышивка бисером идет двумя цветами, и игрушечка двусторонняя. И, в общем-то, не составляет проблемы ее сшить, собрать. То есть, вообще, выполняется очень-очень просто, легко. Мне понравилась вот эта вот игрушечка от фирмы Butterfly. И, ну, я не знаю, буду ли я еще такие игрушки приобретать, но если вот есть желание сделать быстро какую-то рукодельную игрушку, то вот это вот отличный вариант. Достаточно простой и достаточно красиво это все смотрится. Если интересно, то об этой игрушечке есть подробное видео. Ссылочку я, как обычно, оставлю в инфобоксе. Еще одна малышка. Это вот такая собачка от фирмы Luka S. Такая вот игрушечка. Здесь у меня было все не так просто. Во-первых, вышивка заняла немного больше времени, потому что на обложке вышивка была выполнена полукрестом. Я надеялась, что это будет действительно быстро. Когда я открыла набор, увидела, что там все-таки предлагается вышивать крестом, и решила, в общем-то, так и сделать, вышить крестом. Это, конечно же, заняло в два раза больше времени, примерно. И оформила я ее немного иначе, не так, как на обложке, но мне очень нравится. Такая вот она, милашка у меня получилась. Символ года, в общем-то, да, вышел все у меня. Хотя я об этом как-то сильно и не задумывалась, насчет вышивки символа года. Но собачка получилась достаточно милая, симпатичная. Сейчас она висит у нас на елочке. Хотя я изначально планировала ее подарить, но вот как-то она у меня все-таки осталась жить дома. Ну и, видимо, уже останется. Видео об этом наборчике тоже есть. Ссылочка тоже будет обязательно под видео. Еще у меня была целая партия таких вот малышей-пингвинов из фетра. Эти вот ребята у меня практически все раздарились. Сейчас на данный момент у меня дома осталось двое, но вот этот он тоже будет подарен. Просто пока еще нет возможности передать человеку эту игрушку, но уже она обещана. А вот этот пингвинчик останется все-таки у нас дома. Один из всей компании. Он останется у меня на память о том, что, в принципе, у меня были. Что я делала таких пингвинчиков. Они очень очаровательные. Они нравятся всем абсолютно. Действительно, они такие праздничные, новогодние, создающие очень классное настроение. Поэтому вот на самом деле фетровые наборы, они какие-то в этом плане, ну вот прям волшебные. То есть, если вам не хватает праздничного настроения перед Новым годом, очень рекомендую фетровые наборчики. Реально очень классные, очень красивые получаются игрушки. Ну вот во всяком случае, да, Буцилла я пробовала сапожок. И вот эти вот фетровые пингвинчики от DesignVox, они тоже нисколько не хуже оказались. И в плане создания настроения, и в плане своей красоты и нарядности. Поэтому такие вот наборчики действительно очень рекомендую. Если вы не боитесь шить из фетра, а из него шить совсем не страшно, потому что материал не сыпется. Он очень удобный, легко вырезается, легко сшивается. Поэтому создавать из него какие-то вот такие игрушечки очень-очень приятно на самом деле. Ну и была еще одна завершенная работа у меня в этом месяце. Это коврик от фирмы Панна, бабочка. Он тоже у меня уже подарен, поэтому я вот могу вам сделать только вставочку такую. Я его завершила вот именно в декабре месяце. Он у меня был вышел немного меньше, чем наполовину, наверное. И обработала. Видео о коврике обязательно будет. Я снимала, как я обрабатывала край, то есть как это сделать можно. И также делилась своими впечатлениями от этого набора. Оно у меня уже снято, но будет оно немного позже. Но я думаю, что все-таки в январе оно обязательно появится. И я продолжаю вышивать снеговиков от фирмы Dimensions, игрушки. И несмотря на то, что Новый год у нас уже прошел, у меня в планах не останавливаться и продолжать вышивать их дальше. Тем более, что с ними я участвую в СП новогодней от мира вышивки, а он продлится до конца февраля. Поэтому, по крайней мере, на протяжении этого СП я все равно буду их вышивать. В этом месяце у меня вышелся вот такой вот милейший снеговичок у костра. Он жарит зефирки. Вот такой вот очаровательный малыш. Вышелся он легче, чем первые снеговички. Первыми у меня были вот эти, напомню. Вот эта троица очаровательная тоже. Но вышивать одного снеговика было немножко легче. Я так предполагаю, что это из-за количества бека, из-за количества деталей. Все-таки здесь они более мелкие, соответственно, чаще была смена ниток и больше бэкстича. А когда он один, здесь немножечко было попроще в этом плане. Так что вышелся он мне чуточку-чуточку быстрее. И я начала вышивать третью игрушку. Здесь у меня будут снеговики на осанках. Вот что есть на данный момент. В принципе, так вот уже неплохо продвинулось. Ну вот, очень бы хотелось, конечно, в этом месяце закончить эту игрушку и вышить бы еще бы одну. На самом деле, ну посмотрим, как получится. Дальше я хочу вам показать свой глобальный процесс. Эта покровка. Она у меня движется и движется весьма хорошо в последнее время. Ну, по моим меркам хорошо. То есть, за этот месяц у меня добавилось, ну, скажем так, было вышито где-то примерно вот до вот этих зданий, до вот этих вот крыш неба было вышито. И здесь тоже, в общем-то, вот эти макушечки, их не было. Поэтому добавились вот верхушки зданий и, соответственно, небо в этой части, дерево вот это вот появляется. И в целом у меня уже есть три четверти работы. То есть, все-таки она близится к завершению уже так достаточно заметно. Это меня очень-очень радует. Я хочу ее закончить в феврале. В январе я не думаю, что у меня это получится, но вот в феврале очень-очень хотелось бы, потому что в феврале, где-то в конце февраля, будет уже два года, как я начала эту работу. И к этому сроку мне бы хотелось все-таки ее закончить, потому что на данный момент это самая долгая у меня вышивка. Ну, а здесь вот середина работы, она где-то примерно по вот этому стволу дерева проходит. Где-то так. Кстати, мне как-то писали в комментариях, что хорошо бы было показывать, что было в предыдущем отчете, да, то есть, насколько была готова работа в предыдущем отчете. Честно говоря, не знаю, я вот как бы вам сейчас так просто озвучила, да, просто показала, где у меня было и как стало. Вот я не знаю, стоит ли вставлять такие фотографии, да, ну, вот в плане было-стало или не стоит. Просто это немного усложнит для меня монтаж видео, и я на самом деле не уверена, что это нужно. Поэтому если, ну, как-то у вас есть какое-то мнение на этот счет, нужно, не нужно, то поделитесь, пожалуйста. Я подумаю над этим, если вы скажете, что да, надо, было бы хорошо, я подумаю над этим. Может быть, буду в какие-то, по крайней мере, некоторые процессы вставлять такие фотографии в плане того, что было до этого, чтобы было видно продвижение за месяц более наглядно, что ли. Моя сова от фирмы Панна. Здесь я так вот ее уже загнула на самом деле вниз на куснапы, поэтому сейчас сняла нижний зажим, чтобы вам показать. Вот так вот она у меня выглядит на данный момент. Я, вообще-то, рассчитывала вышить половину совы этой, но, к сожалению, у меня это не получилось. Половина, я вот точно не помню, но, по-моему, где-то вот в районе вот этих самых верхних крестиков, где-то тут примерно проходит середина или даже выше. Потому как я сгибала вообще вот здесь вот, по всей видимости, середина. Ну, то есть до середины я не добралась, в лучшем случае это треть, да и то я сомневаюсь, потому что все-таки нижняя часть, она более узкая, а к центру она расширяется. Видимо, это и создало для меня такое обманчивое впечатление, что я вот в декабре доберусь до середины, потому что внизу это все так достаточно быстро вышивается, потому что узенька-узенька, а здесь уже расширяется и все-таки получается не столь быстро. Я уже опять сбилась со счету, сколько дней я вышиваю, вот, ну, не знаю, вот вроде бы нетрудно поставить, да, какую-то галочку, там, дату или что-то еще, но вот никак вот у меня с этим не складывается. Вот, но вышивала я ее несколько дней в декабре, несколько вечеров. Вышивается она по-прежнему легко, то есть ничего сложного нет, вот эти элементы, они все очень логичные, они геометрические, как-то, ну, прям чувствуется, как что вышивать. К тому же еще и симметрично. И, как ни странно, мне ее не скучно вышивать, то есть у меня были такие сомнения, мысли, что, возможно, мне будет скучновато, но на самом деле, оказывается, вышивается она достаточно приятно во всех отношениях. Вот, покажу вам мои продвигающиеся тоже шарики, это будет мини-шарик. Здесь у меня добавились еще три шестиугольничка, и я сделала заготовочки под еще остальные два. Вот так вот он у меня выглядит. И должно еще быть шесть восьмиугольников. Крупнее они будут, и тогда уже все. Не факт, что это закончится в январе, возможно, тоже где-то в феврале они будут готовы, шарики. И второй шарик, здесь добавилось два шестиугольника, то есть шестиугольников вообще-то не было. Вот два вышились у меня в декабре. Вот такие вот они интересные получились. И тоже я сделала заготовочки под все остальные шестиугольнички. Так вот, это выглядит на данный момент. И еще раз покажу вам тоже для сравнения размерчик. По квадратикам вы можете посмотреть, насколько разный получается размер у этих двух шариков. Как сильно они будут отличаться. Ну и покажу вам сумку, хотя здесь не появляется уже как бы давно ничего нового. Элементы по-прежнему все те же. Но тем не менее покажу, чтобы вы знали, что я ее тоже вышиваю. И в прошлом месяце, опять же, у меня было вышито буквально вот эти два целых элемента. Ну, то есть вот такой уголочек, да, этот. И в этом месяце у меня добавилась вот эта вот часть. Вышивается она не очень быстро, как я уже говорила. Но тем не менее, меня радует каждый элементик новый появляющийся. И, в общем-то, идет она хорошо уже. Я хорошо знаю рисунок, где, каким цветом вышивается. То есть это, конечно же, уже упрощает процесс. А так, в принципе, работа идет достаточно хорошо. Ну что ж, вот и все процессы за декабрь, которые у меня были. У меня опять остались без внимания ночной город и осенний вечер. Ну, в принципе, я так и предполагала, что так случится. И, наверное, построю уже немного планы на январь. Видео о планах на год, на 2017 год, я думаю, тоже будет. Но планы на январь у меня достаточно скромные. Поэтому, наверное, я их сразу могу озвучить. Вряд ли я буду что-то начинать глобальное, потому что... Да и не глобальное тоже, потому что у меня достаточно много процессов. То есть получилось так, что у меня в этот год перешло целых 8 процессов. И это для меня достаточно много. Поэтому начинать сейчас что-то еще, ну, наверное, не совсем правильно для меня, по моим ощущениям. И если я что-то и начну, то, наверное, ближе к концу января. А пока мне хочется максимально продолжить, максимально вышить то, что у меня есть. И еще такой момент. Я до сих пор еще участвую в Робине. Если вы помните, он у нас такой очень-очень медленный, очень неспешный. И вот сейчас как раз ко мне приехали два Робина, которые мне нужно будет вышить. Ну, все-таки в ближайшее время. И поэтому, опять же, начало чего-то нового вряд ли возможно, потому что нужно еще и Робины вышить. В конце месяца, то есть в отчете за январь, я вам покажу один из Робинов. Один не могу показать. Он секретный, тайный. Поэтому не знаю вообще, покажу ли я вам когда-нибудь или нет. Может быть, потом, когда уже все завершится, я сделаю какую-то вставочку. Хотя, не знаю. А вот один я вам покажу. Думаю, что будет вам любопытно. Из моих текущих процессов вряд ли что-то получится завершить, потому что все они еще достаточно далеки от завершения. Единственное, что в снеговиках хотелось бы закончить эту игрушку и, может быть, вышить еще одну. Здесь какие-то такие поэтапные, да, немного завершения. Хотелось бы достаточно хорошо продвинуть сумку. Хотелось бы вот из оставшейся четверти, да, которая осталась в покровке, вышить еще половину вот этой четверти. Это было бы прям вот здорово, идеально. Шарики продвигаются у меня по мере выхода схем, поэтому здесь это от меня не совсем зависит. Ну и сова, сова будет вышиваться. Вышивается она легко и приятно, поэтому посмотрим, может быть, в этом месяце я доберусь наконец-то до середины. Хотя, конечно, у меня в планах было еще вышить в рамках СП такие разные совы, еще белую совышку от Риолис. Если у меня это будет так вышиваться долго, то я не уверена, что успею тут. Но, тем не менее, постараюсь, постараюсь, наверное, все-таки успеть. Так, ну это, пожалуй, все. Все, что я вам хотела рассказать о своих процессах за декабрь. Надеюсь, что буквально в ближайшее время смогу снять видео об итогах за 2017 год. Думаю, что это будет интересно вам, и это будет интересно мне самой тоже, потому что очень любопытно вспоминать о своих процессах за год, что же было. Немного у меня, например, забывается. То есть, кажется, что какие-то работы были очень-очень давно, а на самом деле оказывается, что вот они, в общем-то, всего года не прошло, как я их вышивала там или делала, или еще что-то такое. Поэтому подведение итогов за год, оно мне тоже очень-очень любопытно. Так что постараюсь снять видео буквально в ближайшее время. Ну а на сегодня, пожалуй, все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Пишите в комментариях, пожалуйста, какие из моих процессов вам наиболее интересны, за какой вы больше всего переживаете, болеете и хотите, чтобы он поскорее завершился. Мне это тоже очень интересно. Также напомню, я у вас спрашивала про то, нужно ли делать вставочки о том, как работа выглядела месяц назад. Тоже мне интересно ваше мнение, поэтому обязательно пишите. И подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. Я думаю, что в этом году нас ждет много интересного. Ну а на сегодня все. Всего доброго. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова